Всем привет! Кто-то считает, что роботы — очень пугающая штука, говорящая о том, что восстание машин не за горами, и скоро над всех поработит искусственный интеллект. Кто-то наоборот думает, что эти высокотехнологичные механизмы невероятно круты и наверняка еще не раз помогут человечеству в будущем. Например, начнут разводить ксеноморфов. Ой, это плохой пример. Как бы там ни было, наблюдать за роботами всегда увлекательно, вне зависимости от того, чем именно эти умные машины заняты. Так что давайте посмотрим на них. Поехали! Майкромаус Эта красивая штуковина — не горизонтальный аналог Джарвиса, как, возможно, кто-то успел подумать. Перед вами всего лишь лабиринт, своеобразная трасса, которую проходят маленькие участники соревнований. И, как вы наверняка догадались, это не хомячки и даже не морские свинки. Майкромаус — это конкурс для маленьких роботов-мышей по поиску пути в центр лабиринта. Суть соревнований довольно проста — крохотные устройства на скорость проезжают по запутанной трассе, и чем быстрее им это удастся, тем круче результат. Плюс штрафы за касание стенок и вмешательство игрока в тех случаях, когда механического грызуна приходится поправлять руками. Но не думайте, что это все похоже на радиоуправляемые машинки. Каждая мышка — это полностью автономный робот, который должен самостоятельно найти путь к центру лабиринта. Для этого ему необходимо отслеживать собственное местоположение, обнаруживать стены и вообще всячески исследовать окружающее пространство. Хорошо, что в этом лабиринте нет минотавров. Маленький робот-мышка может разгоняться до трех метров в секунду. Поэтому для того, чтобы победить, ему потребуется всего несколько секунд, в зависимости от дизайна лабиринта. Ну и навыков человека-программиста, конечно. Флиппи Если вы хоть раз бывали на кухне какого-нибудь кафе быстрого питания, то наверняка знаете, что там довольно много простой, но ужасно нудной механической работы. При приготовлении бургеров, например, требуется следить за степенью готовности разных котлет и вовремя их переворачивать. И это скучно. К счастью, компания Misa Robotics придумала Флиппи. Это такой маленький манипулятор с необычной насадкой, похожей на распиленную чашку. С помощью системы компьютерного зрения, похожей на зрение Супермена, робот распознает разные объекты на жарочной поверхности. Например, котлеты из говядины, курицу, сыр и волки для бургеров. Но это еще не все, ведь Флиппи умеет переворачивать котлеты, а заодно переносить их по месту назначения. Наверное, если бы Карн умела готовить такие котлетки, Планктону никогда бы не понадобилось красть в секретный рецепт крабсбургера. Хэткер-робот Нет, это не какой-то модный инструмент для пыток, а специальный японский робот, который умеет мыть голову. Внешне он похож на самое обычное парикмахерское кресло и раковину, вот только эта раковина напичкана электроникой. Стоит человеку удобно устроиться рядом с роботом, как он тут же начинает сканировать голову посетителя, оценивая ее размеры, тип прически и густоту волос. А затем приступает к тому, ради чего был создан. За три минуты эта машина успевает помыть голову клиенты, сделать массаж и полностью высушить волосы. А все потому, что у робота, в отличие от любого, пусть и самого крутого парикмахера, не 10, а сразу 24 механических пальца. Даже если в каком-нибудь парикмахерском салоне вам предложат помыть голову с использованием ног, эффект все равно будет не таким крутым. Хотя выглядеть это будет совершенно безумно. Лучше уж робот, тем более, что он весь оборудован сенсорами и действует очень аккуратно. А вы бы рискнули доверить машине свою голову, друзья? Geminoid Hi-1 Помните, мы упомянули разведение ксеноморфов в самом начале ролика? Что ж, этот андроид хоть и не похож на Майкла Фассбендера, но определенно может однажды заняться какими-нибудь подобными экспериментами. Мы, конечно, надеемся, что этого не произойдет, но кто знает. Сложно в это поверить, но машина, созданная профессором Хироси Исугиро, появилась еще в 2006 году, то есть 12 лет назад. Андроид просто невероятно похож на обычного человека, своего создателя. Правда, вряд ли профессора Исигура можно назвать обычным человеком, ведь он самый настоящий гений от мира робототехники. Исигура принадлежит сразу несколько серий человекоподобных роботов. Причем одно из его творений выглядит в точности как сам профессор и даже заменяет его на лекциях в университете. Представьте, вы приходите на занятие, а там вместо преподавателя бездушная машина, которая уж точно не простит ни одного опоздания. Но студенты, похоже, совсем не возражают против такого механического преподавателя. И не только потому, что Джиминоид умеет обучаться и контактирует с аудиторией, он умеет еще и совершать совершенно произвольные движения, например, имитировать дыхание и почесывать нос. Но все еще не может написать симфонию. Или все-таки... The One Love Machine Band. Раз уж мы заговорили про роботов и музыку, самое время взглянуть на этих металлических ребят. Со стороны кажется, что механические музыканты похожи на кучу мусора. Если вы так думаете, то недалеки от истины. Дело в том, что их создатель, дизайнер Колье Кюглер, использовал только обломки разных промышленных деталей, которые обычные люди не постеснялись бы назвать мусором и отправить на свалку. Но вместо свалки или какого-нибудь перерабатывающего завода, у нас тут самый настоящий робот-бенд, который играет, ну, довольно специфическую музыку. Конечно, вряд ли мы когда-нибудь сможем найти записи The One Love Machine Band на iTunes или в Spotify, но в конце концов там нет многих достойных исполнителей. Вполне возможно, что человечество еще просто не доросло до этого лязганьей и грохота, а, ой, простите, музыки. И в будущем наши с вами внуки будут закатывать глаза и говорить, что мы ничего не понимаем в современных музыкальных трендах. RoboCup 2016 Футбол — невероятно популярная во всем мире игра, в которую с удовольствием играют буквально все. Неудивительно, что представители искусственного интеллекта не остались в стороне и, похоже, попытались создать собственную футбольную лигу. Иногда у них получается играть довольно хорошо, а иногда, ну, скажем так, не очень хорошо. Ладно-ладно, это даже игрой назвать нельзя, ведь даже самые непрофессиональные футболисты не падают настолько часто. Даже с завязанными глазами. И пьяные. Впрочем, вам это ничего не напоминает? Точно ничего? А вот так? «Россия! Россия! Россия! Россия!» Окей, давайте признаемся честно, роботы играют лучше, да и смотреть на это просто невероятно весело. Ведь что может быть круче, чем видео, на котором кто-то падает, особенно если этому кому-то совершенно точно не больно? Вспомните хотя бы про видео с Атласом. Остается надеяться, что искусственный интеллект никогда не научится обижаться и не решит отомстить людям за все свои многочисленные падения. Праймер V2 Если у роботов из предыдущего видео с равновесием были явные проблемы, то у этого им явно есть чему поучиться. Познакомьтесь, это Праймер V2, который умеет ездить на двухколесном велосипеде и делает это точно так же, как настоящий человек. Робот-велосипедист Праймер V2, разработанный японским робототехником Масахико Ямагучи, может быть первым в мире мини-роботом на велосипеде, способным ездить таким же образом, как человек. Маленький робот нажимает маленькими ножками на маленькие педальки маленького велосипедика. Ну просто ми-ми-ми, а не высокие технологии. Ему еще и удается поддерживать собственный баланс с помощью рулевого управления и встроенного гироскопа. Стоило видео с Праймер V2 появиться в сети, как пользователи сразу же назвали робота терминатором на велосипеде. А что, нам кажется, что это вполне неплохая идея для нового фильма с участием Арнольда Шварценеггера. Во всяком случае, это точно будет что-то необычное, как раз подходящее современному миру. О, а еще можно дать Т-800 гироскутер или электробайк, чтобы уж точно не отставать от моды. Праймер V4 А вот еще одно детище — Масахика Ямагучи. Правда, в этот раз маленькому роботу не выдали никаких средств передвижения. Но это совершенно не помешало ему вытворять просто удивительные вещи, которые никак не ожидаешь от механической штуковины с ножками и ручками. Кое-какое программное обеспечение и модификации корпуса позволили Праймер V4 не просто поддерживать равновесие во время ходьбы, но и передвигаться по натянутой проволоке толщиной в несколько миллиметров. Вы так можете? Мы — нет. А робот может. Размахивая своими подвижными манипуляторами, он держит корпус в состоянии равновесия и при этом шагает вперед. На своем сайте Масахика Ямагучи объясняет, что движение рук и ног робота производится по определенным алгоритмам, получающим исходные данные от датчиков наклона и положения корпуса. Говоря простыми словами, робот прямо как человек чувствует, если начинает падать и машет руками, чтобы удержать равновесие. Кроме того, чтобы Праймер V4 мог увереннее держаться на натянутой проволоке и не соскальзывать с нее, в подошвах были сделаны специальные прорези, которые выполняют ту же самую функцию, что и пальцы ног у людей-канатоходцев. Да, они действительно сделали маленькому роботу что-то вроде маленьких пальчиков, и если это не мило, то мы просто не знаем, чему еще можно умиляться. Робот-шеф Уверены, большинство из вас любят вкусно покушать. Но вот процесс готовки привлекает не так уж много людей. Это же надо что-то резать, жарить, варить, мешать, потом еще и все плита грязные. К счастью, прогресс не стоит на месте, и сегодня можно поручить готовку двурукому роботу-шеф-повару. Он управляется со смартфона, использует рецепты из интернета и по ловкости ничуть не уступает человеку. Ну, человеку, который умеет готовить саму собой. 24 соединения и 20 моторов позволили роботу с точностью повторять движение Тима Андерсона, победителя британского кулинарного шоу «Мастер-шеф-2011». Движения повара были записаны заранее на камеру и загружены в память машины. Так что если бы всегда хотели, чтобы вам готовил знаменитый кулинар, такие механические руки — определенно ваш выбор. Осталось только дождаться начала продаж и успеть поднакопить деньги, потому что стоить такой помощник будет немало. Рубикс Контрапшн Сколько времени вам потребуется, чтобы собрать кубик Рубика? А вот у этого робота на это уходит 0,38 секунды. Уникальный робот, собранный специалистом по робототехнике Беном Кацем и разработчиком программного обеспечения Джаредом Ди, установил новый мировой рекорд. Если вы не понимаете, как вообще машина может разгадывать головоломки вроде этой, объясняем. Робот использует специальную камеру, которая передает снимки сторон кубика на компьютер, а там уже определяется расстановка деталей и самый легкий способ их перестановки. Да и все это за доли секунды. Вжух, и кубик уже собран. Но поскольку все любят смотреть неудачные дубли, вот вам парочка. К сожалению, не все кубики выдержали испытания роботом и немножко поломались. Что поделать, наука требует жертв. А как вы относитесь к роботам, друзья? Тоже считаете, что совсем скоро они захватят мир или с нетерпением ждете возможности прикупить себе желтенький спот мини? Расскажите об этом в комментариях и не забывайте про лайки. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.